вот канал насос на приехал все удавлять хозяин сейчас будет рассказывать пошел расскажешь у вас есть документы данные есть документы сюда на эту виды я как ручеты сюда ну смотрите вот он пытается смотрите урожай он пытается драться машет 2 пошел за дубиной он с ружьем с дубиной смотрите что творят все хорош мы поехали все 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 мы уехали все я уже поехал все хорошо все мы мы уже едем они на нас напали побили вот мой товарищ побитый стоит все мы уже уезжаем спасибо вам за дубинку за ружье за все мы можем уехать мы можем уехать уехать можем санечка можем уехать смотрите что они творят вот эти вот твари только что нас избили саша ты сейчас доиграешься все все мы уже уезжаем ну так ты же мне не даешь подойти к машине хорошо хорошо я могу уехать давай иди не буду бить давай иди чистать нас есть у тебя телефон нет зайди в интернет и найди деду жилянку не ну за я плачу 480 тысяч а я ему объясню он это петельная территория там миллиарды иди деду жилянку что за дела приезжай очень приезжай сюда подожди и милиция приедет я пришел в полицию никуда они не уезжают сидеть сидеть выедет полиция приедет сюда и мы расскажем что-то хорошо сейчас расскажете поехали все еще раз сlos уезжаешь или нет так это же не дает нам уезжай еще не снимай вraw сейчас мы и получать ñas Что ты за мной ходишь? Что ты за мной ходишь? Что ты за мной ходишь? Иди пешком Нет того, чтобы извиниться, что не понял Он еще придет Глоби уже, старай глобить Глоби написали для таких пидарасов, как вы Проход запрещен Нету, Владимир Интернет Посмотри, делянка что Вот там тоже не имеешь права ловить И здесь не имеешь права ловить Но я тебя даю ловить здесь Глоби А где собака? Ничего Мне напугали собаку Она такая, как ты Итак, друзья, вот эта ситуация возникла вот здесь Вот эта дорога Получается, она ничем не обозначена То есть, как бы, въезд свободный Нет ни забора, ни каких-то ворот Ни опознавательных знаков Просто съезд Вот мы съехали вниз с горы И вот вся эта ситуация происходила вот на этом пятачке Возле вот этого вот пруда Не пруда, канала Сейчас мы уточним у Алексея, как это все происходило Покомментируйте, пожалуйста, ситуацию Ну, как и говорилось ранее Вами, вот мы заехали на эту территорию Мы здесь на протяжении, ну, всей своей рыболовной жизни Рыбачим Эта территория, чтобы вы понимали четко Вот, она принадлежит Беляевской громаде То есть, это вот эта плавня, она к Беляевскому городу относится Вот это каналы Вот первый канал и вон второй канал Они идут на государственную насосную Это общеизвестно всем, кто здесь рыбачит Но, но, за вторым каналом Вот, просто оттуда во солнце Плохо, наверное, будет видно За вторым каналом Там уже находится частная территория Все, кто здесь когда-либо-то рыбачили, они знают Как вы видите, очень далеко То есть, не менее 200 метров это находится За вторым каналом Там находится частная территория и прудовое хозяйство Вот вы приехали сюда для чего? Для рыбалки Вы приехали сюда половить щуку? Конечно, щучку Щучку мы ловим всегда Весна перед нерестом Классная рыбалка Каждый год традиционно Приезжаем Рыбачим Все супер Так, и что произошло? И, ну, произошло следующее Мы только подъехали С той стороны С той стороны Нас начали выгонять И говорили, что мы Вы стояли здесь, а они оттуда Ну, конечно Нам начали кричать, что мы уезжали Заезжали в прудовое хозяйство У них там платный въезд И рыбачили с их территории А эта территория частная И она принадлежит им Вот Ну, что Типа вот этот пруд принадлежит им Я правильно понимаю? Конечно Территория, что мы не можем здесь находиться Ага Вот Я прекрасно понимаю, что эта территория Никакого отношения к ним не имеет Вот Отказался переезжать Ну, что Были угрозы То, что мы приедем И, ну, естественно Будет вам физическое предупреждение Ну, надо дать должное Ребята держат свое слово Дальше вы видели на видео Они только, только спустились Я сразу же включил свой телефон И снимал То есть, все происходящее Вы видели То, что происходило На 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 этой записи Никакого сопротивления Я не оказывал То есть, эта территория Ну, задавайте вопросы Я вам на них отвечу Ну, меня интересует Вот, как вы думаете За что они Могут применять Настолько физическую силу И угрожать даже оружием? Вот за что? Я даже не представляю Я даже не представляю Я даже не представляю Это какой-то феодальный строй Я не знаю, даже 90 Я, ну, мне 43 года Я прошел Это все, все это видел Но такого не было никогда Мне уперли ружье в грудь Заряженное Я сам спортсмен Стрелок И заряженное ружье Я могу отличить от незаряженного То есть, у него В нем было два патрона Человек, который второй Неоднократно его открывал Это было видно Там была прямая угроза Моей жизни И впоследствии Этот Петр Павлович Тоже просил Чтобы дали ружье Потому что я вел видеофиксацию Люди понимали ответственность Возможную Он просил ружье Для моего физического устранения Вы можете посмотреть Это в середине видео Там это четко все Говорится Вот И что не медвигало Они пытаются Всячески Мы даже уехали Они украли мою собаку Я попросил местного парня Понимая, что собака Все-таки это Ну, домашняя Породистая псина Она все равно Ну, я оставлял надежду Что она от них убежит И вернется В то место Где мы Где мы находились Я оставил товарища Попросил его Чтобы он Понаходился Потому что мы уехали Писать заявление В Беляевский РОВД Вот Он пока находился Еще заезжали Несколько групп рыбаков И эти ребята Эти псевдохозяева Как ни в чем не бывало Выгоняли Группу за группой Потому что Товарищ прямо с места события Мне звонил и говорил Что заехала L200 Друзья Если вы Увидите это видео Те, которые Два парня на L200 Заезжали И которых выгнали Ну, отзовитесь Потому что это все Происходило в один день И потом Последующие группы рыбаков Они выгоняют Загоняют на свою территорию И она уже платная Естественно С всех Ближлежащих территорий Которые Им не принадлежат Они Ну, вот В такой способ Они выгоняют Просто это уже перешло Ну, я не знаю Какие границы Как вы видели Никакого сопротивления им не оказывал И вообще Хотя могли Ну, конечно мог Конечно мог Просто увидев оружие И Ну, все было очень жестко Вы видели Пять минут это длилось И Вот так Если мы Будем Порознь Как это происходит И во всей нашей стране Нас просто Ну, переломают Я же Их Касательно браконьеров Вот Саша ведет борьбу Один Можно сказать Что один Да, при поддержке там Каких-то служб И то заставляет Я больше чем уверен Что ввести Но мы должны Собираться У нас должна быть своя громада И на каждый сигнал У нас все берега Забиты такими Всевдохозяевами У них нет Никаких документов Откройте Просто-напросто Откройте Почитайте Эти берега принадлежат нам А не им Вот А их Браконьеров Между этими селами Яски Маяки Беляевка Двадцать человек Вот таких всех Всевдохозяевов Пять человек Но неужели нас тысячи Не могут найти на них управу Давайте будем собираться Любой сигнал Собрались Потрать этих пять литров бензина По одному Будут палки Будут ружья Сегодня они мне угрожали Уперев двустволку Мне в грудь Завтра они убьют Кинут в канал Таких живых примеров У нас по стране масса Мы только вместе Мы сможем с ними бороться Иначе Ну иначе это мартышкин труд И все будет бесполезно Они нас будут загонять в стойло Как баранов Потому что загонять на свою территорию И вымогать деньги Я назову вещи Своими именами В стойло Баранов загонять И взимать с нас плату Друзья Честно говоря мне поразило это видео Тем что Вроде как мы живем уже в двадцать первом столетии А мир применяется Как будто мы в соединении девяностых Или в начале девяностых Или вообще в средневековье Вот обратите внимание Как хозяева Ну псевдохозяева территории Вот как они огораживают Вот обратите внимание Они сделали завал Потому что традиционно Все рыбаки Которые сюда приезжают Здесь два канала Это каналы идут на На вот эту насосную станцию Это стратегический объект Он как вы понимаете Он не может быть передан там никому Ну может быть я не знаю Ну здесь естественно Никаких документов У них нет на этой территории Все рыбаки Постоянно приезжают Переходят В этом канале рыбачат Либо в том канале рыбачат Они сделали завал Вот из акаций Для того чтобы Преградить Заход На ту сторону Естественно Как вы понимаете Если бы это были хозяева И эти территории Были бы их Здесь стоял бы Забор оккультуренный А не было бы На заборе написано Проход запрещен Вот и все Штраф Вот Обратите внимание Александр Штраф тысяча гривен Десять Десять Полицейских дубинок И в грудь Двух стволка Заряженная Вот написано Это сарказм На данный момент Начало ходу дела Ну сделали Следующим образом Заехали в Беляевский РОВД Следователь Открыл уголовное проважение По По статье 296 Часть 4 Что меня очень сильно удивило Потому что там чистой воды 105 Там умышленно Или преднамеренно Если четко трактовать Попытка убийства Была Они Вменяют хулиганку Но мы это дело Будем пересматривать И Я получил направление Как и мой товарищ Рудковский Константин Получил направление На снятие Телесных повреждений Вы видели На видео Там больше Более десяти раз Мне нанесли удары Дубинкой У меня вся рука синяя Голова Завтра пройдем Освидетельствование Снимем телесные повреждения Ну и Дальше Будем Будет обращение И В областную прокуратуру Мы не дадим Этому делу Где-то осесть Здесь На территории Беляевки Ребята Я вас еще раз призываю Не молчите Объединяйтесь Встречайтесь Где-то Кого-то По одному Будут вот такие Палки Будут такие Ружья Пистолеты Все Если нас будет Громада Если мы будем Собираться в группы Они ничего не сделают Ничего И мы поваляем их Не заборы Не будет заборов Их не должно быть Знамя законы Если правоохранительные органы Не хотят отстаивать наши интересы Давайте мы их будем отстаивать Это единственное решение Что я вижу Но только за счет объединения Итак Мы возле этой насосной станции За забором Получается Вот этот забор На котором написано Штраф 1000 гривен И вот с этой стороны Тут эти ветки Вот Половину веток Видишь Сняли Закинули Чтобы они не ходили сюда Сняли половину И здесь и инцидент Такой был Начали Проволоку колючую Обломали Вот там два ряда было И начали выкидывать Деревья На замечание Приехал Александр Петрович На замечание Что вы делаете А мы здесь ловили А мы здесь будем ловить И такой мат-перемат Короче И началась Вот такая подоплека И начали не вдвоем Начали угрожать сыну Он мне звонит А он же до этого Визвал милицию Визвал Милиция не ехала долго Ну я так как приехал Был здесь рядом И там рыбак отдыхал один Он отдыхал Говорит Я говорю Да видишь У меня трение Я должен идти Давай я поеду с тобой Это который был с родом Да Который был Бывший милиционер Он такой Самостоятельный Местный? Не Он в Одессе живет И работает в Одессе Прихожу Саша Что мне делать с ними Мы заехали оттуда Смотрим Хлопцы Так же Хлопцы Здрасьте Он сразу Омними Хозяин приехал И Началось Я говорю Спрячь телефон Телефон упал Там немножко Дальше И он начал опять рубить Да вас ограбили Вас мало ограбят Я должен сказать Что хату мою арабили Он налет был На хату До сих пор Там дело находится В милиции Через то я постоянно хожу С ружьем Постоянно хожу Он у меня лежит И есть И так получилось Он это ружье взял Рубили Рубили Я говорю Уезжай По хорошему Ну как с ним можно говорить Территория частная Сюда лезть нельзя Ворота находятся оттуда Должен сказать Что вот 521 гектар Вот этих Что я взял Арендую Я плачу за них 480 тысяч в год Это немаленькая сумма Хотя я рыбы Ещё не выращиваю Только сюда Увлаживаю Ну И С этой стороны Если посмотреть Я разрешаю Здесь И там дамба Зерный хутор Там есть водоем Они что-то стояли Не Они перешли Уже потом Посмотрите Сколько они выкинули Деревья Это они Они конечно Мы же закидываем Постоянно Закидываем Ну как это идти Если здесь колючие в деревьях И они идут Просто я на видео видел Они вот только Вытащили сумки С удилищами Они куда дальше не шли Нет Они уже ломали Потому что они рыбачат Вот там дальше Видите Там технический канал Туда лезть нельзя Кроме того Насос моё Здесь моторы Стоят по 200 кВт По 100 И больше Её покорочили Два раза трансформатор Это называется технический канал Там ловить рыбы нельзя Даже если они шли Переходили сюда То уже они нарушили Здесь ловить рыбы нельзя Хорошо Но этот канал Тоже в частном Ваш канал За землю мы платим Канал Это находится у нас в аренде А рыбу ловить нельзя Потому что То есть и этот канал И этот канал Да Оба часа В аренде Находятся в аренде В аренде у нас Что-то Хорошо Но всё равно скажите Вот что нужно было совершить такое Чтобы угрожать людям с оружием Вот А кто ему угрожал Ну как это Вот тот товарищ угрожал Если Если я подходил Если вы заметили на вот этом Он руку брал Я вас перестреляю Вы ко мне не идите Я Вы видели у него оружие? Ну видел вот так Ну как Ну образно Он вытягивал Пускай скажут всех Кто был там И ещё было там Я могу Только они уехали Было ещё 3 свидетеля Которые ловили там рыбу Ага Они видели тоже То самое видели Видели что он угрожал Как он кричал здесь Ну конечно он уже начал кричать Когда мы его выгнали Конечно проще снимать После того Что ему выгодно Нет Он просто снял видео От начала того как Вы вышли с машины Да Он Но он не снял здесь Ну он не снял здесь Вот здесь Нет Здесь не было Ну так он и снял его до того Но если он Если он лезет в частную территорию Вот это мой дом В частной территории Можно сюда лезть Если частная территория То нет Нельзя Я считаю что нельзя Если он шёл с удочками Он шёл и с удочками И здесь сорвался Через вот это Я думаю что потому Что он думает или считает Что эти 2 канала не ваше нет они наши и мы можете сейчас пустить youtube куда хотите пустить и скажите что два канала находится в аренде в одесса рыбхоз ооо одесса рыбхоз и вы за них платим денег здесь 14 там и 7 гектара площадь и мы за них платим можно зайти в любой gps войти и посмотрите есть карта есть кадастровые номера и вы можете заметить и сами войти можете и посмотрите что не мой этот человек уже между прочим я хочу так сказать он был где-то четыре дня назад собакой был и ловили там браконьерничали я замечание им сделал и тогда еще сделать замечание они напали мне таких слов что я наверно не не слышал на на привозе таких слов я не слышал кто ты такой каким ты боком здесь то ты знаешь что то там его такое было ну ловили рыбу я предупредил здесь ловить рыбу нельзя вообще и летом нельзя ловить и зимой и нельзя и весной не хорошо вы сами ловите нет мы в нем не ловим и были у вас видео как вот вот он был вот вот это 3 метров до 300 метров сетки вот в этом канале вот посмотри было вот такой 300 метров сетки было точно как как он он там ловил это как раз тот день когда я его гонял там приходили браконьеры я говорю это ваши сетки нет это не мои из сетки а кто ловит я не знаю я то есть это не ваше сетки нет на меня не ловим но друзья ну вот такое получилось у нас видео скажу я вам это первый инцидент такой когда арендодатель такого большого хозяйства встречается с любителем рыбаком и вот возникает вот конфликт мы обязательно будем с вами следить за этим моментом и посмотрим во что это является и вам обязательно это все пока вы были на youtube-канале все для клёво всем удачи все хорошего встретиться надо все таки Субтитры сделал DimaTorzok